С официальным визитом в Беларусь Новую меру предложили закрепить в обновленном кодексе об административных нарушениях, который может вступить в силу уже в ближайшее время. В соответствии с ней, статья 22.12 «Нарушение правил позвания жилыми помещениями» предусматривает штраф от 2 до 10 базовых величин за шум и вибрации в доме с 23 часов до 7 утра. Речь идет о звуке телевизора, радио, магнитофона, игре на музыкальных инструментах, громкой речи, шуме от животных. Повторное нарушение влечет штраф уже до 30 базовых. Такая же ответственность за шум от ремонта в выходные и праздничные дни, а также в будни с 19 часов до 9 утра. Рекорд по производству молока поставлен в Беларуси в прошлом году 7,5 миллионов тонн. Такого в истории страны еще не было, рост в 5,5%. Преимущественно это сливки и творог. Также вырос и в целом выпуск продуктов питания почти на 4%. Вечер поэзии Владимира Короткевича пройдет в Могилевском областном театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича 16 и 17 января. Начало 18.00 на малой сцене. Романтика, высокая художественная культура, любовь к родной земле – отличительные черты классика. Писатель обогатил белорусскую литературу в тематических и жанровых отношениях, наполнил ее интеллектуальным и философским содержанием, отмечают специалисты. Зимние каникулы закончились у белорусских школьников, сегодня первый учебный день третьей четверти. ГАИ рекомендует родителям повторить с детьми алгоритм действий при переходе проезжей части, просят быть внимательными и во дворах. Бдительность не помешает и водителям. В минувшем году в стране было меньше ДТП с участием детей, но число раненых и погибших несовершеннолетних увеличилось.